здравствуйте дорогие друзья подписчики подписчицы случайные зрители если вы по каким-либо причинам еще не подписались на наш канал обязательно подписывайтесь в этом видео нас обзор на рыбку астронатус его можно еще назад назвать останутся тигровый или астронатус глазчатый но по сути это одна и даже рыбка родиной остановиться находится в южной америке искусственно занесена в китай австралию флориду где хорошо оптиматизировалась и принялась стрелять местные виды рыб конечно же она уже дошла и нашей страны она часто встречается но в странах которых я перечислил она встречается не просто в аквариумах осуществляется именно в подаемах естественно мариале считается промысловой рыбкой вкус которой очень ценится часто встречаются альбиносы в аквариуме вырастают до 20 25 сантиметров в живой природе более 30 сантиметров при качественном уходе астрономцы живут более 10 лет но для качественного содержания им потребуется аквариум от 400 литров целом содержать астрономцы достаточно просто при условии что вы обеспечите им свежую и чистую воду важно еженедельно подменивать в аквариуме около 20 процентов воды и особенно важно сифонить грунт при этом в грунте остатки корма гниют и зачастую из-за этого больше всего проблем с содержанием астронатусов ведь они чувствительны камеаку это нужно учесть если вы даете корма типа живой рыбки то сифонить грунт и подменивать воду нужно еще чаще так как они кушают очень неаккуратно но об этом я еще напомню в разделе кормления обязательно нужно нужен будет фильтр и очень хорошая аэрация воды при этом потоков воды старайтесь избегать они этого не любят параметры воды должны быть следующие температура воды 22 26 градусов кислотность 65 75 ну и жжет и жесткость в районе 23 в качестве грунта лучше всего использовать песок так как они любят его рыть а вот растения сажать не обязательно растения не нужны они будут либо выкапывать его либо объедать совместимость астронатусы хищники и категорически не подходит для общих аквариумов этих рыб нельзя назвать очень агрессивными по отношении другим крупным рыбкам но легко съедят рыбку которую смогут проглотить лучше всего содержать их парой в отдельном аквариуме но они совместимы с другими крупными рыбками просто аквариум для этого понадобится еще больше а я говорю то что для пара до 400 литров нужно минимум сейчас перед вами аквариум где астронатусы живут с кольчужными самами и рыбками паку обзор на которых был в прошлом видео только в прошлом видео я показывал мальков паку здесь вы видите уже достаточно крупных астронатусы проявляют наличие ума большего чем у других рыб так они узнают хозяина следят за ним через всю комнату реагируют на голос хозяина даже дают себя гладить и кормить с рук в природе эти рыбы всеядны да и в аквариуме непихотливы в кормлении но предпочтительно давать им все же живые корма помните что кушают они не аккуратно разбрасывая остатки по всему аквариуму исходя из этих соображений лучше всего давать корм корма крупные и искусственные такие как например гранулы но ни в коем случае хлопья не подойдут любят дождевых червей также едят сверчков креветок филе рыбы мясо мидий даже головастиков кузнечиков и прочие крупные корма дают им и рыбок например гупи но корма такого типа лучше давать только если вы полностью уверены что они здоровы и не занесут какой-либо болезни ваш аквариум разведение половозрелыми становятся при размере 10 12 сантиметров разводятся астронодусы в том же аквариуме в котором живут при этом отличить самку от самца очень сложно гарантированно можно только во время нереста по наличию самки яйцеклада в аквариуме создают несколько укрытий и кладут плоские камни на которые астронодусы откладывают икру при этом пара сама выбирает камень и тщательно его вычищает икра белая непрозрачная в течение суток после самого нереста она может менять свой цвет родители ухаживают за мальками но как только те начнут плавать самостоятельно их можно от родителей убрать при этом кормят мальков циклопом и науплями артеми на этом все мои дорогие друзья все что я хотел вам сказать не забывайте ставить пальцы вверх всего вам доброго и до новых встреч до свидания до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok